Здравствуйте моя семья, моя интернет семья, все кто только что к нам присоединился, всем здравствуйте. В следующем видео мы будем делать массаж антивозрастной, массаж который разглаживает морщины, массаж который разгоняет лимфу. В общем у нас будет такая методика массажа лица, специальная которая будет активизировать лимфу, улучшать внешний вид лица и также подбородка действует, будем действовать последовательно. Вот именно шею я буду вам показывать отдельно, потому что вот шея это отдельная история, а лицо, иначе это будет очень долгое видео. А лицо это вот будет как раз следующее видео. Для чего мы будем нашу лимфу разгонять? Потому что когда идет застой лимфы, у вас, дорогие мои, образуются как раз таки вот эти вот отёги. И не только из-за лимфы, но это один из вот как раз таки видимых результатов, как дефектов, даже скажем так, это уже как дефекты. Потом, у кого кожа слишком чувствительная, у кого кожные дефекты, у кого купероз, у кого еще какие-то проблемы, массаж нужно делать осторожно, деликатно, понимаете? Потому что лицо есть лицо. Но стимулировать лимфатическую систему надо, понимаете? Теперь проверьте, все ли эфирные масла вам подходят, экстракты растений или, например, масла, потому что мы будем использовать наш собственный мацерат. Внизу я обязательно вам дам ссылочку в описании, всегда смотрите в описании. Там как раз будет часть вторая, это и есть самая основная, где будет у нас массаж. И внизу вот здесь, тоже ссылочку внизу будете смотреть, там будет мацерат. Как я делаю мацерат. Это очень легко сделать дома, не покупая какие-то инфузы непонятные, не зная, что там внутри и к чему они приведут. За это я не могу отвечать. Ну, а за тот, который я делаю внизу, я вам даю, делюсь с вами. Пожалуйста, делайте, это уж 100% безопасно. Мало того, безопасно, но очень хорошо питает кожу, омолаживает и делает ее упругой. Результаты будут очень быстро, как говорится, на лицо и на шее. Действуйте последовательно, и вы увидите реальные результаты в короткие сроки. Для более видимого эффекта попробуйте проводить массаж лица раз в день в течение двух недель. Чтобы не было вот этой деформации, зашлакованности, застоя лимфы, для этого мы делаем массаж. Чтобы не было второго подбородка, чтобы не было слишком уж вульгарной сетки морщин. Для этого мы делаем массаж. Для того, чтобы стимулировать наши мышцы, кровеносные сосуды, тогда они лучше питаются и вид свежий будет. Для того, чтобы убирать свои грыжи, которые образовались над глазами, под глазами, и вы думаете, а что же это за отеки? А это уже грыжи, которые растягивают вашу кожу. И между прочим, потом даже когда вы их убираете, уже нужно и кожу, часть кожи срезать, потому что будут мешки. Вот такие вещи тоже происходят, когда большие грыжи. Вы знаете, массаж, он как бы прогоняет кровь, он восстанавливает кровообращение, проталкивает лимфу, он заставляет работать мышцы, он стимулирует, он разогревает мышцы. А кожа, что такое кожа? Кожа – это орган, хоть и поверхностный, но это орган. Смотрите, мы кушаем, а ведь это питание пока дойдет до печени, до почек, до желудка, до наших легких, до крови, по крови пройдет, по лимфоток, пока зайдет на лицо, на кожу лица. Ой, как это долго. Поэтому нам все-таки нужно делать масочки. И масочки делать нужно. Чем чаще, тем лучше, да хоть каждый день. Главное, не агрессивные маски. Агрессивные маски можно делать раз в неделю. А вот питательные маски, да хоть каждый день. У меня на канале очень много эффективных питательных масок. Даже, скажем, суперэффективных. Главное, что они все проверены. Итак, массаж мы делаем. Разогреем, лимфу уберем, сделаем упругой кожу. Мелкая сетка морщин будет уходить. Грыжи так же. И нижний подбородок мы убираем. Для шеи массаж шеи будет отдельно. Теперь, после этого мы будем делать лифтинг. Только после этого. Вот это видео на то, чтобы вы подготовились правильно к массажу. Массаж это не так. Покажите нам массаж. И все. Девочки, давайте мы сначала посмотрим, хотя бы ознакомимся с линиями массажными. Вот посмотрите внимательно, как идут массажные линии. Здесь мы вот четко видим направление стрелочек. Вот. Видите? Все они идут. Вот суть в чем? Все идут от подбородка. От. Не вниз, когда вот массируют вниз. Это неправильно. Вот отсюда вверх, отсюда вверх. Все к виску, в общем. Все к виску, к виску, к виску. Теперь смотрите. Отсюда сюда, потом сюда. Стоп. А потом можно сделать хоп к виску и вниз. У нас будут такие движения. Дальше носик вверх у нас идет. Дальше здесь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну и плюс нам надо разглаживать. Вот здесь от уголков, уголков рта сюда и опять. Вот так вот. Дальше, смотрите, ниже, ниже. Вот мы будем работать, вот сверху у нас будет идти стрелочкой вниз. Вот видите стрелочка вниз? Вот здесь лимфоток. Я хочу, чтобы вы знали. Вы знаете, здесь в этой части очень много лимфатических узлов. С ними тоже нужно быть очень осторожными. Не деформировать, не нажимать, не давить на них. И вот лимфоток идет вот так, смотрите. Вот, 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 вот. И нам вот по этой линии надо его прогонять. А вот про это, про шею, мы будем говорить отдельно. Поэтому мне очень важно было вас с этим познакомить. Вообще лимфоузлы это такая вещь. Очень, очень, очень с ними нужно быть осторожно. Вон, посмотрите, посмотрите. Вот сейчас показываю рисуночек, что у нас везде-везде лимфатические узлы. Тут, 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 тут. Посмотрите, вот тут, вот очень осторожно. Поэтому даже бить сюда кулаком нельзя. Тут, 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 тут. Очень много и потоки. Вы знаете, лимфоузлы нужны для выведения токсинов, для создания барьеров для инфекций. Понимаете, лимфа из всех лимфатических желез лица по лимфатическим сосудам впадает в шейные лимфоузлы. У некоторых людей, столкнувшихся с лимфоденитом в лицевой области, появляется вопрос, а есть ли лимфоузлы на лице? Да. Видите, сколько их много? Безусловно, они существуют, и с ними нужно очень быть осторожным. И лимфа там собирается еще как. И вот потоки идут, и сосуды идут. Вот видите, и в каком-то из сосудов, вот вы видите эти сосудики, в каком-то из сосудов, особенно вот здесь, вот здесь и вот здесь, скапливается лимфа, скапливается, и потом у вас образуется здесь. И нам эти сосуды все нужно прочищать, массировать. Но вот сюда нажимать сильно нельзя. Нельзя надавливать на лимфоузлы, понимаете? Давить их нельзя. Поэтому это все вы должны знать. Посмотрите аж куда идут. Почему обязательно нужно и голову массировать. Обязательно. Вот, и с этой стороны. Вот посмотрите, идут вот они, эти все лимфососуды. Видите? Их все нужно промассировать. Для чего? Чтобы уж уходила лимфа, уходила, чтобы поток был нормальный. Понимаете? Чтобы застоя не было. Это настолько действует. Вот здесь вот сосуды лимфа, вот-вот-вот, везде-везде. Видите как? Так, расположение лимфоузлов на лице, оно зависит от степени развитости лицевых мышц и подкожной клетчатки. Имеют значение генетические факторы. Вот. Ну, вы видите сейчас лимфосистему именно лица на фоне лицевых мышц и крупных кровеносных сосудов. Прежде чем делать какие-то массажи, делать что-то, вот как многие девочки увидели, как кто-то делает, и начинают делать, нужно хоть как-то узнать, что можно, что нельзя, где нельзя тыкать пальцами. Посмотрите. Вот эти места строго, осторожно, осторожно. Тыкать нельзя. Здесь вон сколько лимфатических узлов. Вот тыкните, и начнет дуля расти вот такая вот, понимаете? Какая-нибудь опухоль, а потом вы ее начнете себе греть и нагреете рак. Ни в коем случае нельзя. Вот, 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 вот с лимфа. И их нужно всегда закрывать. Вот почему. Шею, шарфики одеваете, чтобы не застудить. Вот здесь, вот, аж вот тут. Вот это все вы должны знать. Ну и, конечно, рассказать своим деткам обязательно. Вот с шеи спускаемся ниже. Вот их 12 штук. Видите? 12. И мы будем вот по этим вот сосудам. Видите, здесь какой лимфососуд большой. Вот поэтому я на него буду большое-большое внимание ваше активизировать активно, что мы именно по этому сосуду будем работать вниз. Вот так отсюда, 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 сюда, хоп. Будем идти вот сюда. И отсюда, вот отсюда уже спускать вниз. Опять тут зафиксировали. И отсюда вот расчищаем наши сосудики. И отсюда зафиксировали. И будем идти вниз. Я очень хотела, чтобы вы с этим ознакомились прежде, чем мы начнем с вами делать изумительный массаж, который нам поможет. Мышцы лба – это отдельная тоже будет тема, особенно когда будет лифтинг. Посмотрите, как мы мощно работаем с мышцами лба. Потому что именно мышцы лба, они держат… Посмотрите, сколько здесь мышц. И вот здесь мышцы. Вот это вот все мышцы. Вот здесь не должно быть… Можно вообще так сделать, чтобы не было морщин. Вот в этих местах. Потому что здесь есть мышцы. А мышцы лба, они держат нашу бровь. И вот чтобы брови не падали, я вам покажу уникальную систему. Грыжи и отеки – это не успевают, когда перерабатываться и выходить вот лишняя жидкость и лимфа, другие вещества. Надо работать с ними. Надо с ними работать. И вот здесь, видите, идут, собираются везде лимфа. Ее нужно убирать отсюда. Убираем сюда, фиксируем и вниз. Все это я вам покажу. Вот поэтому я за образец всегда беру японцев. Вы знаете, кто давно со мной уже, те знают, что я очень люблю изучать японскую культуру. И просто растворяюсь. Мне очень нравятся они. И в этом плане, конечно, я использую японский массаж. Дальше. Контур челюсти. Он же 90 градусов должен быть. Вот здесь вот контур челюсти. Если там уже ниже свисает, тоже будем мощно работать над контуром. Но это будет у нас лифтинг. Дальше. Чтобы узнать, как висит или не висит, положите зеркало на колени. Наклоните свою голову и посмотрите в зеркало. Три секунды отсчитайте или семь секунд. И вы увидите, где у вас проблемы. Протестируйте таким образом свое лицо. И мы тогда будем знать с вами, где нам больше работать. И вы узнаете, где больше работать. И когда у нас будет лифтинг лица, вы будете именно больше упражнений делать на те части, где вы протестировали. Я еще раз сказала, берем, как тестируем. Берем зеркало, кладем на ножки, на коленки, наклоняем лицо и смотрим на себя. Ждем семь секунд от трех до семи. И тогда вы увидите, где вам больше нужно работать. Нам необходим обязательно мацерат. Дорогие мои, вот он мацерат. Кто был со мной давно уже, у меня, правда, его уже половинка осталась. Вот мы делали мацерат. Вот этот мацерат именно для моего массажа. Еще раз, внизу, напоминаю, будет ссылка. Всегда смотрите на нижние ссылочки. Работайте по ним. Там будет и массаж, там будет и мацерат, как делать. А если там что-то еще есть, нажимайте, смотрите, и будете здоровы, будете красивы. Вот такое. Мацерат, он помогает нам делать массаж, и он мощно расслабляет мышцы, а также питает кожу и проникает очень глубоко. Поэтому нам нужно, нам нужен именно этот мацерат. Можно какой-то крем взять, можно что-то с одним, какую-то маслечко взять, но это, конечно, все не то по сравнению с мацератом, с инфузом, который будет мощно действовать, как поддерживающий мышцы и кожу. Ведь что такое мацерат? Он же инфуз. Он представляет собой косметический и лечебный настой. И чем дольше настаивать, тем лучше. Сочетает в себе положительные, самые лучшие свойства базового масла, на котором он изготавливается, а также растительное сырье же мы берем, которое настаивается. И там все и витамины, и минеральные вещества, и все, все, все. Поэтому я, конечно, настаиваю на том, чтобы брали мацерат, потому что он нужен нам для упругости кожи и для проникновения далеко-далеко внутрь кожи. Ну и, конечно же, нам нужно решать проблемы с нервами. А мацерат, это как растительное сырье, тоже очень хорошо на нервные окончания действует. Тем более расслабляющий эффект делает. Тем более вы знаете, из чего вы каждый себе готовите его. Можно делать абсолютно, как вы видите перед вашими глазками, из разных травок и цветочек. Но работаем, конечно, строго по массажным линиям, да? И наименьшее растяжение кожи делаем. Вот так. Делаем 45 градусов к боку, если снизу идем. Все. А я вас всех люблю. Будьте благословенны и начнем массаж.